Остальные админы не любят, да? Те, кто не имеют права разбирать жалобы, не выдаем за них, да? Те, кто не имеет права разбирать жалобы, не выдаем за них, да? Те, кто не имеет права разбирать жалобы, не выдаем за них, да? Если челик будет закован в них, то его расширение от 3-4 людей снижается до 1, как и у всех профессий. И тут уже не зависит от того, хочет он, не хочет отыгрывать РП, он должен будет отыграть так, как написано в правилах, иначе это будет нарушение. Ну а теперь пора приступать к началу ролика. Я записывал этот видос на MagicRP, конкретно на втором серваке, поэтому IP, группу, а также промокоды вы найдете в описании и на экране. Не развязывайся, либо застрелю. Пятерку на пол скидываем, и жив будешь. Пятерку на пол. Пятька на пол, быстро. Отлично. А затем этот ебанутый священник снова прилетает к нам, но уже на крышу пятиэтажки, в надежде увидеть что-то интересное. Сейчас, тихо, аккуратно, сейчас я попробую приземлить. О, нормально. Спрыгивай вон туда, спрыгивай. Спрыгивай, назад иди, назад иди раз, назад иди два, назад, давай-давай-давай. Сюда, давай, о, отлично. Подъебнутый какой-то. Админопидоры. Ха-ха-ха, туда. О, его тэпнули, подмышка деда. Ну, хорошо, на что он, интересно, будет жаловаться только? Меня это беспокоит. Опа, 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 опа. Здорово, у меня есть задача к тебе, у меня есть задание, задание, задание. Здесь мне понадобится веревка, которая доступна в F4, и передвигаться я буду на какой-то лазерной пушке из доната. Это, конечно, не самая адекватная трата денег, ведь есть варианты и получше, тем более, когда наступает лето. А это значит распродажи и большие скидки уже близко, и самое время запасаться играми в стиме. Сделать это выгодно можно с помощью Купикода. Купикод это игровая экосистема, с которой ты можешь быстро пополнить счет стима, или купить любую игру, даже недоступную в РФ. Здесь самая низкая комиссия на рынке, а цены и скидки на игры точно такие же, как и в стиме. То есть реально, они как в ДракРП, уже который год, последний день, икс 100 донат. Пополнение пройдет быстро, дешево и безопасно, ведь от тебя нужен только логин твоего аккаунта. А в честь распродажи Купикод пополняет баланс стима с рекордно низкой комиссией на первое пополнение. Промокод дает минус 10 на комиссию вместо 2%. А по моему личному промокоду комиссия снижается на 2% и дает скидку 10% на покупку игр в виде гифтов. А что насчет казахстанских аккаунтов? Тут все тоже предельно просто. Можно пополнить казахстанский аккаунт стима в тенге. Поэтому не тяни время, переходи по ссылке в описании и встречай летние скидки вместе с Купикодом. Опа, не развязывайся, либо застрелю. Не развязываемся, понял меня, нет? Ты что, охуел совсем? Пять ка на пол. Раз. Пять ка на пол. Два. Пять ка на пол. Быстро. На ниточке. Пять ка на пол. Пиши, блядь, я не слышу нихуя. Пять тысяч на пол. Денег нету. Пять ка на пол. И как мне проверить его карманы? Ну, там хотя бы был чекер, блядь. Ммм, нищий, ну окей, хорошо. Влево иди, влево, влево, влево иди. Иди влево. Иди влево. Пусть тебя снимает кто-нибудь. Получается, сколько раз? Он два раза приходит в место, где человека грабят, и он знает это, блядь. ТП в сид, на тебя жб. Окей. Товарищ человек жалуется за РДМ-эксплан. Он свидетель ограбления дважды. А первый раз ты мне даже не сказал, типа, уйдеть. Лес намеренно туда, где я граблю. У тебя тип сбежал? Ты на меня просто посмотрел, я тебе слова даже не успел сказать. Я типа, ты веришь в бога, ты меня заубил. Смотри, по правилам РДМа ты должен ему сказать, уйди. Если он не уходит, то ты можешь уже его расстреливать за неподчинение при ограблении. Поэтому ты должен дать ему шанс уйти. Ты должен ему дать шанс уйти. Он намеренно лезет, он намеренно видит, что я человека пытаюсь ограбить, угрожаю ему оружием, но он туда все равно лезет. Серьезно? Нет, получается, вот так на вышку ты на час открыто такой. Ты с нами осмотришь, раз шотнул с тобой, и второй раз я к вам на крышу. Типа, случается. Я, ну, случайно, ты специально туда прилетел. С правильного микрофона ХМ. Ну, я человека граблю, получается. Первое предупреждение ХМ. А за шо он тут мне дал первое предупреждение? Мы так молчали секунды три, если не больше. Я человека, получается, граблю. Я ему угрожаю оружием. Туда приходит чел, который видит это все, он летает там. У него что, мозгов нету, то что туда лезть не надо понять? Ну, ты не можешь так делать. Что я не могу так делать? Человек намеренно лезет на место ограбления. Ему, по-твоему, какие-то угрозы могут помочь это не делать? Ты же сказал ему уйти? Ты посмотри на эту ситуацию со всех сторон, а не только с одной, с которой подают жалобу. Чел видит вооруженного человека, другого грабителя, и все равно к нему лезет. Почему это не ФИРРРП? Вот объясни тогда мне. Что, так можно делать? Нет, ну почему? Ты же ему не сказал уйти? Нет, подожди. Ты видишь вооруженного человека, который требует бабки с другого какого-то гражданского. И ты туда намеренно пойдешь, да, несколько раз? И после смерти тоже, да? И это не будет нарушением? Если несколько раз пришел, то это будет... Он дважды, он дважды это сделал. Первый раз, когда он отлетел. И второй раз он полетел уже на пятиэтажку. Когда мы там одни стояли с этим челом, когда я его подвесил. Он туда пришел намеренно, блядь, он ко мне подлетел, что-то спрашивает. С ним нормально все, нет? Ну да, тогда нарушение РД-мани будет. Понимаешь, вокруг меня летал маньяк, но когда увидел меня... К Сэм, правило, второе предупреждение к Сэм. Не перебивай, он что говорит. Ходи микрофон. Окей, хорошо. Короче, я летел в гетто, так как вот мой другой летчик там был. Он сказал, типа, вот, ну, прилетай в гетто, я лечу. И случайно падаю, падаю на пятиэтажку, смотрю, вот это чучело стоит. Извинись, конечно. Круто, прикольно. Еще что расскажешь? Первое предупреждение. Первое, у тебя уже будет неадекватно. Какой, блядь, неадекватно? Ты больной, может быть, чел сидит, меня хуями кроет. Ты, может быть, что-то сделаешь, кроме как предупреждение. Ты что, болеешь? Я ему предупреждение дал. Какое нахуй предупреждение? Это оскорбление, правило нарушено. Ты понимаешь это или ты правил не знаешь? Сколько ты вообще на серваке играешь? 200 часов ты нихуя не знаешь правила. Вот я тебя как оскорбил? Я тебя чучело назову. Оскорбление в легкой форме. Для меня оскорбление вообще с тобой в принципе находиться на жалобе. Я ему предупреждение же это дал. О чем речь? РДМа не будет в этом случае. В любом случае ты за РДМил. Не будет РДМа, я же тебе говорю еще раз. Потому что ты ему несколько раз, по его словам, ты несколько раз подлетел к нему. Поэтому не будет РДМа. Но будет неадекват. Бан на час. Откуда? Откуда просто скажи мне, откуда? Откуда неадекват? Ты два раза его перебил и в третий раз его оскорбил. На все у меня демка имеется. А, то есть меня то, что оскорбили, это похуй, да? Это похуй то, что меня оскорбили. Он один раз тебя оскорбил. И что? Этого достаточно для нарушения? Этого достаточно для нарушения? Нет. В смысле недостаточно? Ты что, больной может быть? Оскорбление игроков за гранью РПМ. Мут 10 минут. Почему он еще не в муте? Я тебе... Это на арпазон. Так вот именно, блядь, почитай правила, прежде чем такую хуйню подавать админу. Я тебе спину форму, давай себе бану тебя 5 минут. Алло, блядь, почему он без нарушения уходит, если он так же нарушил, как и я? Какое предупреждение? Это так же нарушение правила ОСА. Я вам спасибо, что я предупреждала. Я еще замена голоса. Прикольно. Банности ЕМ нижнее, подчеркивание 0, 0. 100 миллионов... Ты болеешь, может быть? Алло, у него ОСА выходит. Он что-то про меня сказал? ОСА, блядь, у него выходит, почитай правила, открой хотя бы раз, прочитай кроме трех букв в букваре, пиздец. Так у тебя непонятный голос, я тебе говорю, пишу тебе. Ты со мной разговаривал до этого спокойно. В смысле, он сейчас непонятный голос, блядя? Блядь, так непонятно ты говоришь, я еле-еле разбираю этот голос. Ладно, если ты, сука, плохо ушами работаешь, хорошо? Но особо слушать он ничего не хочет и просто-напросто спамит, чтобы я себе выдал эту сраную форму. Но нам особо терять нечего, потому что форма на самом деле неправильная. Потому что первое предупреждение вы видели, как он выдал по-еблански. Ну, в принципе, как и жалобу разбирал. И, соответственно, нарушения неадеквата не будет, потому что предупреждений всего нормальных, настоящих было два. Это во второй раз, когда я его перебил. И в третий раз, когда я там что-то ответил ему на его оскорбление. Выдавай себе, Бан, либо у тебя будет АДМ. Хорошо. Чё, что-то у тебя было, Бан, просто неадекватно сиди и всё. Не бегай, не бегай, стоя здесь. Окей, хорошо. Я возвращаю, приятная игра на Моджик РП1. Фир РП, ещё. Выдать забыл. Фир РП нету, я тебе сколько раз уже говорил. А я выдам. Саморазбор-то есть? У тебя Фир РП. Не выдал он, выдам я. О, молодец, у тебя хорошо высотую зову. Шо, блядь? Давай, расскажешь, кого ты там позовёшь. Классуху ещё позови. Алло, привет, Маши? Тепнись, пожалуйста, пожалуйста. Там сам, 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 сам. Тепнись, пожалуйста. Саморазбор-то. Там, блядь, вся была сборка. Смотри, уч... Блядь, куда ты убежал? Он здесь. Я к тебе, Тепнись, ты куда ходишь? Господи, ну шиз какой-то натуральный. Смотри, смотри, смотри. Тише, 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 тише. Да я расскажу. Что ты сделаешь? Уреха. И чё, просмотреть? Я чё, тут пустое место? А я тебя не знаю вообще. Можно я расскажу, что-то? Адем, мужик. Смотри. Шо? Какой Адем? Мне такой нельзя разбирать, вот он может. Что Адем? У него саморазбор плюс неправильная выдача бана, это какой-то Адем, я не знаю. А вы разбор проверили? Ну а затем мою жалобу приняли, и мы пошли в Дискорд смотреть демку. У этого долбоёва зачем-то и почему-то завис комп, непонятно, потому что до этого всё прекрасно работало. И в итоге на демке у меня было видно, что он не выдал ему сам ФИРРРП, который должен был и обязан выдать. А, ну и ещё его дебильно выданные всякие предупреждения касаемо неадеквата мы тоже записали. Может он демку покажет? Пока что. Мы сейчас пока тебя ждём. Давай, я тебе последнюю попытку даю, потом скорее всего он будет показывать. Давай, я тебе даю тоже последнюю попытку включить демку, иначе я просто тебя комп твой разобью, приеду. Ладно, пусть он показывает пока что. Подожди, а ты же говорил, что типа он не тэпнул его, и Ксэм тэпнул его, того чела, чтобы вот эти... Я думал, он не тэпнул, потому что он быстро разобрал её. Ты думал, да ты думать, блядь, не в состоянии, что ты несёшь, нахуй, думал он. Просто его пункт, а дай ему выйду, мне всё равно снять. Да, это просто мозгоёбка, он, блядь, на дурака какого-то может быть играет, либо, не знаю, у него одно ухо, блядь, или половина от одного уха. Изи, тогда можешь выйти из канала, у меня к Ксэму ещё один вопрос будет. Ты же скрипач, я знаю. Нет, с чего ты взял? Ого. Просто. А чё мы? Тихо, 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 не ставь. Не ставь, тихо, тихо, не надо, не надо. Развяжься, убью, развяжься, убью. Не прыгай, не прыгай, не прыгай, не прыгай, не прыгай, не прыгай, дебил. Не прыгай, не прыгай, дебил. отлично хорошо то это за дерьмоед был интересно он уже нарушил пока мы были на вышке он уже на рушу на думаю ладно надо доиграть не захотел доигрывать и банан не захотел не этот значит не аурика блэйди хорошо привет ты ушел с рп процесса нарушив правила фиррп удачи а у меня фиррп а у меня фиррп расширенный если ты закован в наручники ты не можешь совершать резких движений когда тебе угрожают оружием чё эти не понимаю если ты в наручниках ты не можешь совершать резких движений у тебя идет фиррп удачи пробу супердущую поставил и шо могу себе позволить кого ты можешь себе позволить бан тебе выписать как минимум микро микрофон нормальный позволь себе лучше будет болезни что еще расскажешь ты быстрей баню просто и все чувак чужак и долги так я думал типа у меня решили фиррп поэтому знаешь выдумать не способны не развязывайся что я тебя пристрелить я пристрелюсь и развеешься ебать он там долбит по клавише дебила блять кусок давай развяжись и упадешь нахуй с высоты 10к на пол развеешься убью я тебя застрелю нахуй десятку скидывай полетел первый десятку на пол кидай быстро блять я тебя убью раз два 10к на пол вот так ебану ты блять по телефону звонишь кому ну давай я меня сейчас убивают я на веревке ты блять дебил ебаный скидывай десятку возле мэри пидорас ты ебаный привет у тебя фиррп плюс нон рп почему ты не отдаешь деньги по приказу когда тебе угрожают оружием а также еще успеваешь говорить по телефону во время того как у тебя раз связаны руки так у меня 10к даже не было но об этом надо было хотя бы сказать да такое тоже может быть прикольно конечно ты понимаешь из-за твоего голоса тебя нихуя непонятно нихуя не слышно ты тебе написано было в чат тебе в чат написали тебе написали в чат 10к на пол твои проблемы твои проблемы твои проблемы совершенно не мои поэтому у тебя выходит 20 минут да мне заняться нет да покричи пожалуйста мне так интересно это слышать давай пидораст мелкий блядский ля ёбнутые в чат даже написал для такого дауна глухого как он все равно не слышит не видит читать не умею но ебаный вы блядок дар карпешный тяги у сколько 0 парень а ты кто такой дрова 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 давай давай развяжься тебя убью развяжься убьете предупредил ты чё глухой ветер я тебя застрелю нахуй раз перестал развязываться 2 перестал развязываться 3 еще один дом ебаный недоразвитый окей не в принципе если они хотят так делать то окей у меня просто 135 патронов гулять мне на всех их хватит ёбнутые блять совершенно шо ты сука творишь что-то проект юм не рассказывает ты сука не понимаешь что тебе говорят делать это у меня про икью спрашиваешь что серьезно ты не можешь резких движений делать в них так я развязывался даже по логике это безысходное состояние не ну просто по правилам как без выходная просто же развязывался ну это фиррп так у меня фиррп это трех от 1 там был тебе угрожают когда просто оружием да от третьих а так ты в наручниках ты ничего не может не просто это правило и вынужден подчиняться тебе написано в правилах что ты сделаешь будучи в наручниках вопросительный знак вот что ты сделаешь у них ебать что за обезьяна то выдай форму опа все это делаешь не развязываемся не прыгай не прыгай не прыгай убью нахуй убью 1 убью 2 хорош десяточку на пол даем десятку на пол дым куда ты идешь ну пиздец мы еще к этому этапу не подошли у класса кто меня ебнул вообще редмонка мариты бандита убил на лазер гане которые подвязал к себе наемника за что но я хотел помочь наемнику на что-то не получилось и его был мир а с какой целью ты помочь наемнику хотел ну подвесили а как ты к этому относишься но настояли и своим другом ну как сказать другом хотели этот спасти наемник я понял но сейчас я подожди форму допишу пропишешь вот форма со стимой и пропиши в этой ситуации я человек который увидел нарушение выдай наказание лично блин как можно поформить челиков хорошо на этой профи даже если там какие-то 5к сраные не получаю мне на это на самом деле все равно это это блять фантики на дарк рп бессмысленные но если чел не сапог по-па-па-па-па-па-па-па-па-па а где такой скин взять не развязывайся убью тебя пидарас мелки не развязывайся либо тебя убью я тебя не развязывайся люди не развязывайся десять тысяч на пол ты ебанутая тебя граблю блять какое разрешение на войс мод десятку нахуй скидывай раз два вот хорошо это чё твой долбоёб друг какой-то четыре раза пытается это все сделать да что за хуйня а ну отойди нормально полетели что за тварь блять ебаная отлично ладно пон привет а чё ты делаешь что интересно ну чё ты делаешь то мне интересно просто зачем ты приходишь несколько раз к челу который тебя убил друга спасал но у тебя нлр нарушена правило раз и три раза нлр он нарушил четыре раза он нлр нарушил это не считается я вот это ебнул как как свидетеля чё там нлр сколько дается нлр нрп рдм точно у тебя выходит бан на 30 минут за нлр нрп рдм бб развяжься убью развяжься убью не развязывайся десятку на пол давай десятку давай на пол я тебя пощажу 10000 пошел нахуй второй и все блять сюда летят как будто у них в х на меня набран спасибо за содействие а теперь я тебя оставляю вот тут подпрыгнем сюда не развязываемся иначе убью 5к на пол 5к на пол отлично везем 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 блять а как я об него разбился я нахуй не понимаю этого это что блять сюда не вырываемся либо убью давай представьте ебало того кому он дверь ломает блять просто открывает а там чел которого взломал он улетает вверх не вырывайся я тебя убью 10 тысяч на пол раз 10 тысяч на пол 2100 на пол 3 я не буду ждать мне и 2 500 устроит а теперь внимание вот то что у вас сейчас на экранах хоть немного похоже на то что у них проходит жалоба при условии того что в паре метров от них находится админ зона и вы ее могли увидеть она огорожена какой-то там лентой не знаю желто-черной и так почти везде по сервакуете ограждения рассованы чтобы было понятно где находится норп зона а где рп зона и для справки мы находились в рп зоне десяточку на пол десятку на пол не развязывайся либо услышь у меня во первых тут жалоба была жалоба у тебя тут было мне оттуда у тебя тут было десятку скидывай ты в рп зоне стоишь дружище либо ты месяц развязываешь либо эти вписываю сейчас нарушение какой их у жалобе какая блядь помеха жалоба сука ты в рп зоне находишься давай бабло 1 еще давай бабло 2 ну давай убиваем я тебя накажу ты чё ебанутый шли клоун давай скидывай бабки я тебя отпущу и все никто об этом не узнает не развязывайся раз не развязывайся два и вот только после этого он решил вспомнить что на серваке существует админ зона очень так сука по дарк рп чешному пользоваться ей только тогда когда тебе нужно а серьезно тварь ебаный окей пусть он меня наказывает пусть наказывает на рутки еще блядь ура вот оно нахуй а что происходит зачем ты меня у тебя во первых помеха жалобе какой жалобе я смотрю ты в рп зоне стоишь ты адекватный нет ну смысле и что блядь ты в рп зоне стоишь откуда мне знать с кем-то ты разбираешься не разбираешься админ зона есть там стой разбирайся в чем проблема нет я могу и имею право разбираться не в дэнзоне но в смысле ты стоишь в рп зоне и с кем-то там разговариваешь я чё и почем-то мне правило позволяет мне это тебе правило позволяет ты сейчас ими злоупотребляешь из этого не понимаешь очень злоупотребляем ну да ты злоупотребляю еще разрешение на сам под имеется ну а ты мне раз фриз я где-то доскажу на саундпад разрешение и я тебя прекрасно понимаю а чё ты хочешь от меня зачем ты меня зафризил я чёрт дем люби гайсервак или что нет теперь говори зачем влез в мои жалобы это раз и второе в смысле я я где-то сказал то что я знал что это жалоба и намеренно помешал тебе эти несколько раз об этом сказал то что мне жалоба ты это успешно проигнорировал конечно проект проигнорировал я уже убил того челика чем не возродить его как-то я с дефибриллятором не хожу понимаешь насер обратно но обратно тэпнул интересный ты человек но у тебя уже рпшка завязалась в рп зоне а то что ты жалоба проводишь мне позволяют правило правило я тебя поздравляю правило рута позволяют тебе это делать то ты проводишь жалобы в рп зоне почему ты это да не исключаешь такой момент что поезд такой человек как я который придет сюда рп делать потому что все знают то что все обычно все происходят многие игроки ну смотри вот место для таких как раз таки я не ухожу от вопроса для таких как ты отделили карту вот такой полосой за ней проводить что хочешь хоть ивенты здесь на 1 квадратная я не говорю что это ты сделал я говорю то что для таких как ты отделили часть карты но на рп зону вот такой полосу я таких как я принадлежали для админов ниже меня рангом а то есть ты но остальные админы не люди да те кто не имеют право разбирать жалобы не в дм за не дам не люди они да ахуеть конечно ты раздаешь стиля а интересный человек давай но ты сейчас по факту админов всех оскорбил кто ниже тебя рангом не людьми ты их за людей не считаешь так как нормально нет то тебе вообще рутку продал за сколько ты просто напросто рп процесс заруинил ты положил на него хуй за того что ты такой крутой с админкой а другие админы не люди как ты говоришь и не самый крутой это ты уже сам выдумаешь поймал на слове которые ошибочно ошибочно да ты дохуя чего ошибочно тогда сказала сделал раз это ты ошибкой читаешь перерп м админа бус метагейминг нон рп охуенный список уже нормально а почему напиши на меня тикет какой нахуй тикет блять я тебе говорю о том что ты просто десятку можешь получили сейчас десятку просто выдастся за фирр по и все ими ты а подожди нет жалко не подожди но ты же со мной разбираешься почему я туда не могу с тобой разбираться с чего это вдруг потому что ты помешал моей жалобе а ты блять помешал моему игровому опыту окей дальше чё с этого что не нравится напиши тикет я тебе говорю как админ сейчас подожди гофсит ты не к чему ты уходишь куда я ухожу я админ профессию взял и тебе говорю гофсит ты может быть не слышишь что те говорят дети еще раз говорю у тебя фирр по выходит выдай себе странно эфир рп и все в душе помеху жалоб тогда в рп зоне где никто ни о чем не говорил ты снимаешь мешал я свою профессию отыгрываю какое какая у меня помеха жалоб я в не учу участвовал что я уже выйду тогда ладно есть афера повыдом ты выдаешь так у тебя не только фирр п выходит понимаешь у тебя выходит адм фирр п нон рп метагейминг у тебя до хрена чего выходит пометут ну вот можешь сколько угодно предлагать там выдай себе помеху а я себе выдам вот это понимаешь я пришел начал отыгрывать рп процесс ты начал обузить админкой и планировать рп процесса с помощью ноу-клипа в наручниках прикольно рп не было никакого я тебя грабил на 10к просто обычное рядовое ограбление которое ты решил заигнорить и улететь на ноу-клипе будучи в наручниках какую на хрен помеху ты издеваешься моей жалобе ты помешал мне так кто тебе виноват что ты жалобу проводишь в рп зоне где могут любого в любое время ограбить или же пристрелить по рп причине ты чё не можешь на вопрос ответить поставленные затрудняешься с ответом ты тоже видимо слушать не мир как и я так я прекрасно слышу тебя только я не понимаю твоей логике ты какой-то бред всего вопрос я ответил несколько раз на твой вопрос первым уже вылезть то нарушение которое у тебя есть такое у меня нарушили чем я помешал и когда была какая жалоба вот не скажи моей жалобе помешал ты помешал моим разборку мне кто-то предупреждал что там проводится жалоба или мне кто-то запрещал туда заходить и делать что-то я тебе даю минуту чтоб ты выдался помех а я понял ты даже на этот вопрос ответить не может мне нравится напиши меня тикет какой тикет я тебе просто говорю чтоб ты себя выдал 20 минут и так же админобус все я больше вот я не хочу нахрен не тикеты какие-то если мы сейчас с тобой стоим разговариваем на хрена мне вот эти тикеты бегать писать если мы с тобой сейчас стоим разговариваем о том что произошло я могу сказать что ты сам себя выдал время прошло ты чё издеваешься у тебя у самого была возможность меня забанить 300 ты мне говоришь чтоб я сам себя забанил скинь mujer for без мясом потому что я тебя не могу забанета этого не понимаешь или что ты может быть я сам себя банят и сам себя да не надо себя банить не надо не надо ты этого не сделал за все время как мы разговариваем выдай мне просто мою помеху хорошо выдай мне просто слой а ты сама ты мне дел когда эти два риваkopaming потому что я когда есть возможность это сделать самому. Выдай мне просто сраную помеху. Ну, почему? Я хочу. Я тебе сказал... Выдай мне сраную помеху. Ты что, не понимаешь этого или нет? Ты пытаешься отказ от выдачи себе какой-то, не знаю, набить? Нет, это ты себе уже набил отказ от выдачи. Я на... У тебя есть возможность меня забанить. Отказ от выдачи применим тогда, когда у тебя нет возможности админу выдать бан и он сам себе его не выдает. Как в случае с тобой, когда я не могу тебе 20 минут бана выдать просто потому, что у тебя привилегия выше. Я на модераторе играю. Ты меня можешь как забанить, так и кикнуть и замутить. Все, что угодно. Но ты этого не сделал. Смотри, а ты прочитал пункт 10? Запрещено намеренно игнорирует старшего по рангу администраторов. Наказание админ. Ну, ты специально сейчас пытаешься стакать нарушения. Ты специально сам пытаешься стакать нарушения. Я не понимаю, зачем. Я с тобой нормально сижу, разговариваю, пытаюсь тебе объяснить, почему ситуация не странная, а очень простая и почему можно было просто доиграть. Ты сидишь и тянешь нарушения какие-то. Я в РП за не могу разбирать свои жалобы. Так разбирай в той зоне, где нету игроков, куда они не придут. Хоть на вышку, на крышу залезть на вышку, куда не особо кто-то лазит часто. Я ушел в самое нелюдное место. Самое нелюдное место возле мэрии? Ты что, совсем болеешь, правда? На крыше там практически никто не сидит. Выдай мне сраную помеху, не надо из меня нарушения вытягивать. Тебе же хуже будет потом. Кому? Мне? Тебе будет хуже, не надо вытягивать нарушения. Выдай мне сраную помеху, все. Напиши тикет. Какой нахер тикет? Выдай мне помеху, о которой ты говоришь уже столько времени, все. Хочешь, позовем выше меня на бар? Ну, на этом на данный момент все и закончилось. Я ему пытался объяснить, что ему не нужно и не обязательно меня просить выдать себе наказание, если он может это сделать сам. Но вы уровень слабоумия, думаю, заценили. Он решил попробовать покрутить нарушения и также к этому всему плюсом решил позвать администратора, который тоже может в его пользу что-нибудь сказать. Причем логика не то, чтобы ебнутая, она максимально пизданутая, потому что тебе нужно буквально гадать на кофейной гуще, проводится ли у него какая-нибудь жалоба или нет. А то, что он выбрал для жалобы самое, ну, неподходящее место возле мэрии, хоть и на крыше, но это совершенно не его проблема, потому что он может так делать. И это все, что он может сказать на протяжении всей жалобы. Не, естественно, в том месте не так много людей ошивается, но все же, наверное, нужно отдавать отчет о том, что по-любому может кто-нибудь хоть раз дозайти на это место и что-то сделать из РП-плана. А не как он говорил ранее немного, можно было и догадаться, ведь все знают. А все знают, что? Правильно, НИХУЯ. Потому что никто ничего не знает, где он чем занимается и какие жалобы проводит. А, ну и, кстати, самое важное, когда уже он был связан и он начал говорить о том, что у него была жалоба. Ключевое слово «была», значит, в данный момент ее уже нету, потому что объект жалобы буквально получил пизды с двустволки. И, соответственно, ничего не мешает закончить этот РП-процесс и снова продолжить жалобу с этим человеком. Но он захотел сделать немного по-другому. А именно, улететь в ноу-клипе в админ-зон, в который он с самого начала упорно отказывался заходить и решил просто разбирать жалобы в РП-зоне. Но немного потом пришел один из администраторов, который у вас сейчас на экранах, кстати говоря. Он потом отрубился от сервака, потому что его то ли выкинуло, то ли ему провода кто-то перерезал. Я вообще в душе не ебу. Но после него пришел еще один чел, который начал с этим разбираться. И вуаля, они начали смотреть демку без меня. Ну а теперь можете посмотреть на эту шедевроразборку. После того, как он посмотрел демку и какой вердикт он выносит, касаемо душнилова и накрутки нарушений. Я понял. Так что он имел полное право разбирать в РП-зоне и пользуется демвозможностями в РП-профессии. Так, хорошо. И так я и не против этого. Просто можно на самом деле предупреждать людей заранее, например, да? Ну а что делать, если я уже начал? Я убил человека при нем? Я его заковал в наручники? Просто доиграй, и все. Ну, это по факту помеха. Да, откуда я знаю? Откуда я знаю? Извиняюсь, подождите, подожди, подожди. Сейчас я объясню. Я же тебе адекватно сказал. По твоим же словам выходит 10 и 18 пункт. Это точнее не послушание старшего администратора и также не выдача себе наказания. Ну так, души-то не ты, а он. У него есть спокойная возможность самому выдать это наказание. Почему он этого сам не сделал? Я понял, но я просто к тебе говорю к тому, что есть люди, знаешь, и они специально прятают, ты душишь, понял, и намекают на это. Ну, я тебя о том же и говорю. Это не ты делаешь, а он? Ну, он знал, что он может сам выдать. Я ему несколько раз сказал, выдай мне сам, у тебя есть возможность, админ права это сделать. Нет, он не захотел. Он захотел, чтобы у меня были нарушения. И что, это адекватно тогда? То есть, и 18 пункт, это не выдача себе наказание. Так, а в чем смысл этого пункта, если он мог сам давным-давно выдать мне эти 10 минут? Вот скажи мне. Ну, это раз и адекватно, ты типа челу хочешь накрутить нарушение. Смотри, потому что ты не можешь его забанить, он выше тебя по привилегии. Да. То есть, ты его не забанишь. Да, только ты какой-то бредовый пример привел, потому что... Вот тебе и 18 пункт. Потому что он выше меня, а я ниже, я модер обычный, понимаешь? Он может сам спокойно выдать. В чем проблема? Я понял, но нигде ничего не прописано, то есть, даже выше, даже администраторы выше тебя по привилегии могут попросить тебя забанить от своего имени. Что, у тебя есть демка? Ну, зайди, покажи ему. Так он тоже тогда не выдал себе наказание. Ладно. Не знаю, у меня есть демка. Давай я тебе покажу. Нету. Если у меня отказ от выдачи, так у него тоже. Понимаешь? Я ему тоже об этом говорил. Чтобы он себе выдал наказание. Отказ от выдачи, но смотри, а наказание в чем? У него отказ от выдачи. Что он отказал? Я с ним отыгрываю РП. Он использует админ возможности в РП и говорит нон-РП информацию, когда я с ним отыгрываю РП процент. И он не подчиняется требованию вооруженного человека. А то, что у него там жалоба, меня мало волнует. Ведь я заранее не знал об этом ничего. Вот о чем я говорю. Он нарушил два РП пункта. Он метагейминг нарушил. И ничего из этого не было выдано себе. Не знаю, давай я тебе покажу демку. Дайте тоже зайти в Дискорд. Сделай больше слотов. Сделай больше слотов в Дискорде. Дай зайду тоже. Алло. Дай зайти в Дискорд. Сделай еще один слот дополнительный. Алло, дайте в Дискорд к вам зайти. Я не могу демку смотреть. Там два человека максимум. Я хочу быть тоже в Дискорде. Алло, открой Дискорд. Дай еще третий слот зайти. Я не могу посмотреть демку. Заебись, они пошли демку без меня смотреть. Классно. Смотри, убили бы кого-нибудь никаких нарушений. У тебя нарушение правил помеха. Десятый, восемнадцатый пункт. Прикольно ты демку посмотрел без меня. Интересно, чего там обсуждали. Он показал... Он мне показал. Все, дам очко. Да, да, да. То есть, жалоба... Он говорит, была. Была жалоба. Когда я уже убил чела, жалобы никакой не было, по факту. Это с его слов. Была жалоба. Жалоба была, как он говорит, но ее уже не было, когда я его убил и связал. В смысле, ты не понимаешь? Смотри, вот у них идет жалоба. Не сложно тебе объяснить. Мне ничего не сложно объяснить, если ты нормально мне объяснишь. Я не вижу, что у них там за жалоба. Я подхожу и делаю РП-процесс. Я не знаю, что у них за жалоба. То, что они там обсуждали про нож какой-то или что-то еще, когда я подошел, услышал по моей демке, не дает мне никакой информации, жалоба там или нет. Я убиваю чела, чтобы убрать свидетеля. Я связываю его и завязываю рот, и начиная РП-процесс, говорю ему, дай десять тысяч на пол. Потом он говорит, что у него была, была жалоба. То есть сейчас жалобы уже нету. Соответственно, у него только РП-процесс. Жалоба была. Не в данный момент. Она просто была и все, нету больше жалобы. Теперь у него только РП-процесс, который он не отыграл. Если ты внимательно демку смотрел, ты бы заметил, что он это сказал. Если ты не заметил, я могу зайти и показать тебе эту сраную демку. И тот момент, где он это дословно говорит, что у него была жалоба, а это значит то, что в данный момент, когда я его связанным держу на прицеле, жалобы никакой нету. И он находится в РП-процессии и в РП-локации. Зайди в Дискорд, как я говорил, дай мне третий слот, и я зайду тебе покажу эту демку, на которой будет прекрасно видно и сказано им же, что у него была жалоба, но когда я его связал, уже жалобы нету. Все. Тебе, если действительно нужно это разобрать, ты зайди в Дискорд, дай третий слот на комнату, и я тебе включу эту демку. Я дозвонился до Киджи, это старшая наборочка. Он сказал, что у тебя помеха 18-й пункт. Ты не хочешь смотреть мою демку даже, ты не хочешь с этим разбираться, какой 18-й пункт? Ты не хочешь даже смотреть, ты меня не слушаешь даже. Алло, я говорю, третий слот открой, чтобы я демку показал тебе. Где он говорит, что жалоба была, но я уже нету в этот момент. Демодератор, СТЕМ нижнее подчеркивание ноль, ноль, сто миллионов, ты не хочешь даже разбираться, ты пошел смотреть демку с ним. Я просил несколько раз меня позвать туда посмотреть. В данный момент... В данный момент, ну... Если ты на заднем фоне, я слышу, ты спешишь, не надо с этим разбираться, дай человека, который может сам разобраться, которого не будут подгонять, понимаешь? Позови другого человека, который может разобраться, которого на заднем фоне никто не будет подгонять, понимаешь? Я только что позвонил... Я только что в дископере написано позвонил. Причем тут позвонил, я тебе говорю, демку дай показать мою, где я тебе покажу момент, где он говорит, что у него... Зачем мне... Прости, пожалуйста, зачем мне смотреть твою демку? Действительно, зачем? У меня есть претензия к игроку, касаемо его нарушений. Зачем тебе смотреть мою демку, да? У него не будет никаких нарушений, а слова совсем никаких. Я видел всю демку, я видел, что подходил, я видел, как ты это говорил, понимаешь? Я видел ситуацию, зачем мне смотреть твою демку? Так у него уже не было жалобы в тот момент, когда я его грабил. Ну потому что ты помешал его жалобе. Ну значит, с этим надо разобраться после РП-процесса, а не прерывать его. Я тебе об этом говорю. Ты понимаешь, о чем? Я говорю, он РП-процесс прервал со своими админ-функциями, он улетел в ноу-клипе во время ограбления. Ты этого не понимаешь? Ты мне просто одно и то же спамишь, что у него не будет нарушений, но я тебе пример простой привожу с этой ситуацией, что он сказал, что у него была жалоба, но в тот момент, когда он связан и стоял, у него уже не было жалобы с его слов. Он мешает РП-процессу тем, что он в ноу-клипе улетает в админ-зону, блять. Он был в РП-процессе, я с ним начал РП-процесс. У него изначально был НРП-процесс, у него изначально был НРП-процесс, держу в курсе. Все, закончился НРП-процесс, как он и сказал на демке. Ты этого не слышал, может быть. Начался РП-процесс, и он с него улетает на ноу-клипе. Все, он говорит, была жалоба, значит, сейчас ее нету. Значит, сейчас ничего не мешает ему просто выполнить условия, которые ему ставят в РП. Выполнить условия и пойти заниматься своими делами. Он не захотел этого делать. Он захотел по админа бузить и улететь на админке. Если ты не согласен с вердиктом, жалобу на фон. Если я не согласен с вердиктом, вы нахуй слетите просто с этих блядских админок. Вот и все. Я просто найду другого админа, который нормально разберет жалобу, а не как его будут подгонять на заднем фоне, быстрее тебя одного ждут, и ты хуй забьешь на мою демку, которую я прошу посмотреть. Потому что эта жалоба выглядит примерно так. Тебя позвали, тебе объяснили суть ситуации, и ты пошел без просмотра доказательств обеих сторон. У тебя, блядь, халатность выходит, если ты не знаешь, о чем я говорю. Обеих сторон. Перфоратор. Ну а теперь заходим на второй аккаунт и подаем жалобу на адм. Но никому не говорим, что это второй аккаунт того челика, который только что отлетел в бан. И вот по иронии судьбы жалобу эту снова принимает тот же самый додич, который смотрел якобы демку у этого чела и не смотрел у меня. Ему показалось, что это мой второй аккаунт. Он спрашивает, мол, это твой твинг или нет? Я говорю, нет, это не мой твинг, а он в итоге все равно выдает бан за твинководство. Самый даже прикол в том, что это просто жалоба на адм. Он даже не узнал толком вообще на кого жалоба, по каким адм нарушениям. Потому что я ему сразу, скаута, что надо передать другому админу жалобу. Я не хочу, чтобы ты ее разбирал, потому что ты не знаешь правил. Но это вообще ни на что не может намекать. Вот мне просто интересно, а нахуй он взялся это разбирать, если его, блядь, подгоняют еще на заднем фоне. Сука, я ж это услышал. Привет, жалоба на адм. Здорово, я хочу, чтобы другой разобрал, ты не умеешь. А другой-то и не разберет. Найду того, кто правил, а знал. Ладно, другой-то не разберет. Поднимаешь, никого нету, кроме меня. Подай просто тикет в Десус. А, это твой твинг? Алло, это твой твинг, я так понял, да? А я сейчас не магичники сравню. А я ему ничего не говорил. Твинг, не твинг. А, ты получаешь пермобан за обход бана. Че? За какой обход бана? Ну, подожди, у тебя твинг-аккаунт. Или я не прав? Какой твинг-аккаунт? Че-то несешь. А, 0,9. Запрещается обход бана любым путем. В том числе создание новых аккаунтов в Steam. Бан перма. Ну, че, я аккаунт создал, по-твоему? У тебя на... Ну, не знаю, но это ж твой второй аккаунт. Какой мой второй аккаунт? На котором ты сейчас играешь? А какой мой первый аккаунт? У тебя снимайтишники разные. Ну, какой мой первый аккаунт? Ты назвать никмейн первого аккаунта? Да я не знаю, назови. Ты назвать снимайтишник первого аккаунта? Только вряд ли ты угадаешь. Ну, что я тут не играю на другом аккаунте. Сб**ть, я же говорил, не падай, ё-мо-ть. Сейчас я тебя подниму. И че? Что ты мне скинул? Или я не прав? Это не твой аккаунт, да? Нет, это не твой аккаунт. Жалобу на форум. А у тебя первый бан за 0,9. За какой 0,9? В чем 0,9? Какой? За что 0,9? Ух ты. Ну, я же ему сказал, что это не мой аккаунт. С чего он взял? Я же ему ничего такого и не сказал. То есть я даже, понимаете, я не могу тогда зайти, пожаловаться ни на кого. Блядь, я просто жалобу подал. Он меня забанил нахуй. И непонятно из-за чего. Я ему не сказал, что это мой аккаунт второй. Я ему сказал, что это не мой аккаунт. Я не знаю, о чем он говорит. Он никак не проверил, ни в чем не убедился. Он сравнил айдишники, говорит, они отличаются. Блядь, естественно, они отличаться будут. Я на разных аккаунтах играю. Но тебе я как бы, ну, сказал, что у меня один аккаунт этот. Тебе остается либо проверить каким-то образом, либо поверить. Все. Меня никто не проверил. Но видос получится сочным, сука, я думаю, да? Так, мне ответила вышка. Вышка не вот эта донатная, которая хуета меня забанила за якобы твинководство. А настоящая вышка, которая наборная. Алло. Алло, привет, я не отвлекаю? Не-не-не. Хорошо. Не, ему по правилам, я почитал, он действительно может разбираться. Но я, видишь, я подбегаю, я не знаю, о чем они говорят. Они просто говорят, как какой-то нож. Я убиваю чела. У меня с ним РП. Он включает ноу-клип и говорит про то, что у него жалоба была. Была. То есть нету уже сейчас жалобы. Она была. То есть сейчас у него только РП со мной. Слышь? У меня, во-первых, тут жалоба была. Вот. И дальше, ну, я ему говорю, вот, десятку скидывай, я тебя оставляю в покое. Какая, блядь, помеха жалоба? Сука, ты в РП-зоне находишься. Давай бабло. Раз. Три. Прикольно. Три. 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 Прикольно. Он может себе это позволить, типа, как Рудка. Затем он меня уносит, вот, где-то тут. И мы с ним 20-30 минут, это... В смысле и штука. Вот. И он меня уносит, он мне фризит, потом расфризил. Пробудешь жалобу про П-зоне. Почему ты тогда не исключаешь такой момент, что поедет такой человек, как я, который придет сюда поделать. Потому что все знают то, что... Все места, где обычно все происходит. Все знают то, что... Кто все? Все знают то, что... Ну вот, вот, вдумайся в эту мысль. Все знают то, что... Ну, ну, то, что... То, что... Ну, то, что все знают. Все знают то, что все знают, что никто нихуя не знает. Остальные админы не люди, да? Те, кто не имеют права разбирать жалобы, не ВДМЗ, не дам. Не люди, а не да? Блядь, это пиздец. Нахуя. Не имеют права, они люди, нахуй. Тварь, я дрожащий или право имею? Да ты не... Ну да. Я нелюдь, все нелюдь. Я, понимаешь, не вдупляю его логику. Он стоит рядом, вот видел уже с админзоной, и разбирает жалобу какую-то. Но нет у него мысли, что можно туда улететь и там разобраться. Но когда его жалобу какой-то недочеловек прерывает, он вспоминает, что есть админзона, в которой можно засейвиться от наручников в ноуклипе. Чтоб ты понимал, у меня на этом аккаунте донатного модера привилегия, у него рутка. Соответственно, он может мне сам выдать эту помеху, и мы бы не тратили столько времени. Но ему захотелось вытянуть, как я понял, нарушение. Не выдачи наказания по решению админа, и не послушание старших админов. Я вот сейчас вот это смотрю, вот, знаешь, вот у меня такой вопрос, вот он балбес или что? Он, он выблядок, он, ну, мразь ебаная, просто пиздец. Это, понимаешь, это еще не все. Самое бессмысленное, чтобы рут модера просил выдать себе наказание, и ты не слушаешься старшего, возьми сам выдай 10 минут, все. Потому что ты помешал моей жалобе. Вот, он это одно и то же спамит. Я без пизды говорю, он это одно и то же все спамит, что ты мешал моей жалобе. Я говорю, я знал, что у тебя жалоба. Он не отвечает буквально на вопрос, он просто дальше говорит, чтобы я себе выдал наказание. Чего выходит? Тут хочет разбираться в РП-зоне, в РП-профе? Хорошо, но как-то надо предупреждать, наверное, или же, я не знаю. Ты, наверное, знаешь, вот ты должен был там на кофейной куще, наверное, погадать, чтобы узнать, что у него там разборка. Да, я, сука, рядом с собой посажу в следующий раз гадалку, понимаешь, чтобы она мне тарор разложила, можно ли этого ограбить или нет. И он мне тут рассказывает, что у него исключение этого, того, пятого, десятого и так далее правил, то, что он может так делать. Я говорю, а мне тогда как догадаться, что у него была жалоба? Тем более, я вот уже начал РП-процесс, просто пусть доиграет и все. Тем более, он говорит, что была жалоба, а значит, ее уже в данный момент нету, потому что, ну, объект жалобы сдох, блядь. Объект жалобы уже все, червей кормит, блядь, просто десятку скинь, и я тебя отстану. Нахуй ты улетаешь в ноу-клипе в админ-зону. И я ему об этом, ну, вот здесь дублирую. Я это все постоянно им повторяю, им похуй. И дальше они где-то идут смотреть демку, пока им вот пытаюсь это все объяснить. Ну вот, они пошли смотреть демку. Окей, хорошо. Потом они возвращаются. Охуенно они, конечно, сделали. Пошли без меня демку. Смотри, у Билли Боба не будет никаких нарушений. У тебя нарушение правил. А, нормально. Десятый, восемнадцатый. Как можно, понимаешь, привлек внимание. Единственное, что я не сделал, я ему лично не написал. Я, блядь, и стрельнул в него. Я и в войсчат, и в текстовый говорилкой написал. Все это время они сидели, вот сейчас, вот он вышел с демки. Вот, я ему говорю, зайди со мной теперь посмотри демку. Ну вот, не добавил ты меня, хорошо, но бывает, может быть, реально звук в Грисмоде, когда свернута игра, выключен. Ну, зайди еще раз тогда со мной демку посмотри, я тебе укажу на этот момент. Если ты не заметил, я могу зайти и показать тебе эту сраную демку. В данный момент... Я сначала не понял, что, почему он так, ну, поспешно разбирает. Но я вот после этого понял сразу. В данный момент... Тебя одного жду. Как мне к ним вот этого человека, который сидит? Вот в Дискорде Маджика, команда проекта, да наши. Упили, не будет там. Упили, не будет там. Понял? Просто не будет. Билли разъебашит весь сервак с какого-нибудь оружия, с этой карточки Уна. В админ моде? Да. Он сказал, да у меня жалоба была, попросил игрок показать вообще что-то. У Билли не будет нарушений. Ответ убил. Если ты не согласен с вердиктом, жалобу на... Но и это еще не все. Я же перезашел на Акич и подал жалобу на АДМ. Но я думал, кто-то может быть еще примет, принимает ее, как раз этот, ну не знаю. Жалобу на АДМ. Здорово, я хочу, чтобы другой разобрал, ты не умеешь. Админ же может по желанию игрока просто другого позвать? Ну или оставить эту жалобу, закрыть, чтобы я перепадал? Да, ты можешь просто закрыть, перепадать и попросить другого администратора. Я это и сделал. Я просто сказал, не умеешь разбирать жалобы, я хочу другого. Я не сказал, иди нахуй отсюда, ты челядь, блять, которая правила у него. Я просто сказал, ты не умеешь разбирать жалобы, я хочу другого. Здорово, я хочу, чтобы другой разобрал, ты не умеешь. Ты получаешь пермабан за обход бана. Че? За какой обход бана? Вот он мне скидывает тот первый аккаунт, но я ему говорю, что это не мой аккаунт. Если это не твой аккаунт, жалобу на форум. А у тебя пермабан за 0,9. За какой 0,9? В чем 0,9? Какой? За что 0,9? Ух ты. Блять, что это нахуй? Я не знаю, как это объяснить, правда. Я сейчас в аху, если честно. Я в трихуе. Я вот сейчас вот, ну знаешь, у меня блокнотик открытый, я записываю, какого хуйня они творят. Первый челик Билли Боб. У него нон-рп, феррп, ах2 и метагейминг. Второй пункт Адема? Второй пункт Адема у него? Не, ах2. А, подожди, 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 подожди. Не дописал. Забайн уже Билли Боб, поэтому у него еще и НСПН будет восьмой. У второго, получается, у него седьмой пункт, потому что он нормально не мог разобрать твою ситуацию. Просто посмотрел одну демку. Ну все, мне похуй. Не буду твою демку смотреть. У него НСПН еще вот за вот эту хуйню. Да, тоже записал. Халатное отношение и разбор жалобы. Ну халатность. Когда он просто... Ну да, это седьмой пункт. Я не буду смотреть, зачем мне твою демку смотреть. Вот этому челу будет похеру, потому что у него антиварн. Антиварн, понятно, бан хотя бы выдам. Ну да, можно этот, который без разбана. Наверное, знаешь, как сделаем? Чтобы тебя тоже не задерживать. Просто я эти две формы буду иметь. Сейчас исправлю немного. И на днях, как нет, зайду когда-нибудь на серваке. И уже что-нибудь придумаем. Я просто, может, админу какому-нибудь повыше. Вот, может, твоего ранга или такого, что может их наказать. Ну я понял, понял. Спасибо тогда, что разобрался. Буду ждать, пока эти два идиота на сервак зайдут. Здарова! Пизда у коровы. Как дела твои, спрашиваю. Еще раз привет. Ну я тебе, помнишь, говорил, что... Ну все-таки бан кто-то получит. Так вот, смотри. Ты можешь за АДМ и наказывать людей? Сейчас, подожди, подожди. Стой, 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 стой. Я тебя перебью. Я... Мне нужны кискидят. Зачем обожжить. Дарит Козь. Чего? Да мне похуй, что ты там говоришь на самом деле. Короче. Бан из ТиЕМ нижнее подчеркивание 0. 1. 600. Прописывай форму эту. Алло! Прием! Куда ты пропал? Ладно, все-то я закуражала, будто бы обратно. Спасибо. Я же говорил, подожди, я тут. Хули мне ждать? Прописывай форму эту быстрее. У тебя еще одна форма будет. А чего? Потому что, блядь. Прописывай форму, я тебе говорю. А от кого бай? Кто такой Вайлайт? Туралет какой? Ты что? Не выспался, может быть? Прописывай. Все, заебись. А теперь форма на тебя идет. Тоже ее прописать надо будет. Давай. Кстати, забыл напомнить. Разбанишься через донейт меню. С помощью разбана покупного. Тебе еще большая пизда придет. Ты понял от меня, долбоек? Алло, ты понял, нет? Бесплатного разбана. Разбана больше не быть. Так, в смысле? Алло, у тебя же 0,9. Почему он исправил 8? А ты мне сейчас, сука, попробуй его выдать 0,9. Я понял, у тебя же 0,9. Я говорю, ты только попробуй его выдать. Ты, блядь, потом пожалеешь. А, блядь, это твой твинг был. Какой нахуй твинг? Ты че, больной? Выдавай форму, блядь, быстро. Давай, я не вижу твой сратый ник в меню банок. Быстрее, блядь. А, босс, расширь, блядь. Здорово. Ты можешь варны выдавать? Да, могу. Отлично. Сейчас я тебе дам, получается, айдишник и нарушение. Ща, погоди, 5 сек. Подожди, у меня... Да без проблем, я не отвлекаю. Посмотри выше чуть-чуть форму, которую прописал не знаю себе и другому челику без возможности разбана. Это один из этих челиков. Но он забанил от имени. Он забанил от имени твоя лайта, да. Но варны еще не выдали. Вот я хочу, чтобы выдали варны. Ну вот они также разобрались заочно, жалобу, без моего присутствия. Ну, я и без их присутствия тогда это все разберу. Че нет-то? Продолжение следует...